Здравствуйте! Это программа «Город Ась» и Елена Чернерская. О значимости библиотеки в жизни каждого человека может рассказать даже первоклашка. Ведь то количество знаний, которое там хранится, не сравнится ни с чем. 27 мая, праздник, Всероссийский день библиотек. И сегодня, в этот день, я представляю гостей в студии. Елена Михайловна Монасырова, заместитель директора Самарской муниципальной информационно-библиотечной системы. И Людмила Григорьевна Яблонко, главный библиотекарь Самарской муниципальной информационно-библиотечной системы, библиотека номер 23. Здравствуйте, Ваши гости. Приветствую вас с удовольствием сегодня в этой студии. И поздравляю вас, конечно же, с Вашим профессиональным праздником. Я желаю Вам только одного – от работы своей получать удовольствие. Спасибо. Ну, собственно, наверное, что Вы делаете уже на протяжении многих лет. Скажите мне, пожалуйста, вот как Вы выбрали свою профессию? Вы знаете, я в профессии уже 48 лет. И профессию эту я выбрала не случайно. Учась в школе и пользуясь услугами читального зала, я наблюдала, как библиотекарь обслуживает читателя, как она подбирает ему литературу. И мне всегда было интересно, ну как можно было в таком огромном потоке книг, а мне казалось, что наша библиотека районная была очень большая, как можно было найти нужную книгу. И я подумаю, Боже мой, как она много знает. И мне захотелось тоже много знать. Поэтому, окончив школу в 1971 году, я поступила в Хабаровское культурно-просветительное училище, которое находится в городе Биробиджане. Закончила его в 1973 году, приехала в свой родной город, Советская Гавань Хабаровского края, поступила на работу в Центральную городскую библиотеку имени Горького и проработала в должности младшего библиотекаря, тогда была такая должность младшего библиотекаря, три года. Но вот волею судьбы в 1976 году я оказалась в тогдашнем Куйбышеве. Приехав в город, я поступила сразу на работу в Центральную городскую библиотеку имени Крупской. И по сей день работаю в Самарской муниципальной информационной библиотечной системе. И в библиотеке филиале, в данном случае в библиотеке филиале номер 23. Вы знаете... То есть в трудовой книжке получается две всего, да? За всю трудовую деятельность. Да, да. Получается, что... Вы знаете, я ни разу за эти 48 лет не пожалела о том, что я выбрала профессию библиотекаря. Потому что в моем представлении, что значит быть библиотекарем? Это значит удивлять, это значит искренне сопереживать, это творить, это выдумывать, это быть правдивым и искренним человеком. Уж простите мне, пожалуйста, мою меркантильность. Даже несмотря на то, что зарплаты невысокие, все равно вы работаете, работаете. Или сейчас как-то все-таки выравнивается вот эта история? Продолжаем работать. Мы не смотрим на то, ну, деньги деньгами, а работа работой. Ну, коль ты выбрал эту профессию, значит, ну, полностью отдастся. Ну, вот, собственно говоря, у меня так произошло. Замечательно. Спасибо вам большое за вашу историю. Вот тронула действительно до глубины души. Расскажите мне, пожалуйста, вы, Елена Михайловна, почему вы работаете в библиотеке? Чем близко вам эта профессия, ну, и вообще, конечно, о проектах, над которыми вы работаете? Ну, по образованию я преподаватель, режиссер и мировой художественной культуры. И поэтому, в принципе, мне очень близка, конечно, эта сфера, очень близки книги, очень близко чтение. И библиотеки сейчас стали совсем другими. Сейчас это не только книги, это очень интересные проекты, это творческие мастерские, это театрализованные мероприятия. И это сфера, в которой можно реализовать себя, можно узнать что-то новое, можно заниматься творчеством. И, конечно же, самое приятное в этой сфере, когда ты видишь воодушевленные глаза читателей, воодушевленные глаза гостей. Они благодарны, им нравятся мероприятия. И после этих мероприятий они хотят подойти к книге, они хотят взять ее в руки, они хотят ее прочитать. У нас очень насыщенный этот год, 2021-й, его объявили Годом науки и технологий в соответствии с указом президента. И сейчас в нашей системе стартовал очень интересный фестиваль. Это фестиваль социокультурных и медиакультурных проектов «Прошлое, настоящее, будущее, золотое сечение в науке». Это калейдоскоп мероприятий разных форматов. Это и дискуссионные площадки, и театрализованные мастерские, и литературные беседы. То есть это мероприятие для всех наших гостей, для всех наших читателей, всех возрастов. То есть каждый найдет себе что-то интересное. Стартовал он тоже очень интересно. Открытие фестиваля состоялось в нашей модельной библиотеке номер 8 на Паново-30. Это библиотека, которая в 2019 году победила у нас в проекте «Культура». А закрытие фестиваля мы хотим провести в нашей новой модельной библиотеке, в Центральной городской библиотеке имени Крупской, которая в 2020 году победила в национальном проекте «Культура». И мы сейчас очень ждем, очень волнительно для нас этот год, потому что осенью библиотека откроет свои двери для всех гостей, для всех читателей. Поэтому он насыщен событиями, насыщен проектами. У нас идет очень много конкурсов для наших читателей, творческих конкурсов. Это и «Талантливый читатель», это и «Читаем, понимаем, переводим», то есть конкурс, связанный с творчеством Райнера Мария Рильке. Это и «Французский орфизм», то есть конкурс, связанный с французской поэзией. То есть даже читатели могут найти себе не только книги, но поучаствовать в конкурсах и творчески в них, естественно, реализоваться. Это очень интересные лаборатории, лаборатория общества Рильке. Неужели все это про библиотеку вы рассказываете? Я рассказываю это все про библиотеку, да, потому что, несмотря на то, что наш мир меняется, он очень быстрый, он очень технологичный, но для нас самое главное – это книга. И все наши проекты в разных форматах, они вокруг книги крутятся. Книга – это основа. И нам нужно вот в этой жизни, в этом быстром мире показать читателю, что книга остается. Поэтому и слоган-то наш – «Мир меняется», а книга остается, конечно. Хорошо, Людмила Григорьевна, я не могу не спросить о ваших проектах, которые вы реализуете в библиотеке свои. И что лично вам очень близко, и что вы дарите своим читателям? Ну, у нас второй год реализуется Шукшинский проект. Он открылся 25 июля 2019 года, в день, когда Василию Макаровичу Шукшину исполнилось 90 лет. Он у нас продолжает быть в работе, и он интересен тем, что он направлен не только на популяризацию творческого наследия Василия Макаровича, но и этот проект, он способствует развитию творческих интересов наших читателей. Ну вот, достаточно назвать такие мероприятия, которые прошли в рамках этого конкурса. Пожалуйста. Значит, это Всероссийский читательский видеомарафон «Мы сердцем прикоснулись к Шукшину». Международный конкурс буктрейлеров «Чудаковатые герои» к юбилейным произведениям писателя. Международный конкурс рисунков иллюстраций героя Шукшина глазами читателей. И в этом году еще один проект, он уже получил статус международного конкурса. Он называется «Пишу в стиле Шукшина». Почему международного? Потому что к нам поступают работы не только российских читателей, но и читателей Казахстана, Белоруссии и Украины. Вы эту информацию размещаете у себя на сайте? То есть люди заходят, смотрят, интересуются, присылают работу? Да, да. Потрясающе. Шукшинский проект, он получил хорошую информационную поддержку. Он есть и на сайте нашей Самарской муниципальной информационной библиотечной системы, и на нашей страничке ВКонтакте. То есть продолжается? Продолжается, да. Это проза? Да, это проза, проза, рассказы, да. Итоги этого конкурса будут подведены 25 июля этого года. Уже этого года, да? На Дне Шукшины. У нас такая форма, День Шукшины. Скажите, а кто в жюри? Ну, в жюри руководители, руководители системы, администрации нашей системы и талантливые библиотекари, которые могут оценить достойно работы наших конкурсантов. Людмила Григорьевна, вы сами читаете рассказы? Может быть, что-то особо нравится? Да все рассказы Шукшина, они все интересны, потому что Василий Макарович Шукшин, он с любовью относился к своим героям, он очень их любил и переживал. Поэтому каждый его рассказ – это необыкновенный рассказ о добром, хорошем человеке. Хорошо. Я сейчас вам двоим хочу задать следующий вопрос. Вот скажите, пожалуйста, вы за библиотеку в ее современном, традиционном укладе, да, или все же в современном? Вот вам-то есть чем сравнивать, да, Людмила Григорьевна, потому что вы помните и советскую систему, и библиотеки, и сейчас работаете в современной библиотеке, модельной у нас в городе библиотеки, информационной, технологичной, и продолжать можно и далее. Так вот, вы за какую библиотеку? Вы знаете, ведь время не стоит на месте, оно уже движется вперед, и вместе с движением времени развивается библиотека. Поэтому, когда сохраняются элементы современного и традиционного, это хорошо. Когда все органично, тогда все хорошо. Прекрасно. Добавьте, пожалуйста. Я согласна полностью, есть такой замечательный термин – золотое сечение, да, это гармония, гармония во всем. И вот нужно найти эту золотую середину. Мы, конечно, должны быть современными, мы должны использовать современные информационные технологии, они помогают нам привлечь читателя в библиотеку. Но мы не должны забывать про книгу. Книга должна быть всегда, и она должна быть в центре, потому что чтение – это и развлечение, и познание, и обучение. Это настолько вот комплексная вещь, которая человеку просто необходима. Но все-таки в библиотеку, особенно сейчас, о тех мероприятиях, которые вы рассказали, ходят не только за книгами, ходят еще и за общением, за мероприятиями. Вот все-таки в вашей библиотеке ходят больше зачем? Вы знаете, мы неистащимы на выдумку по проведению массовых мероприятий. Наша библиотечная площадка предоставляет возможность поэтам, писателям, артистам, музыкантам, профессиональным и талантливым коллективам ставить спектакли, рассказывать о своих произведениях. Поэтому это все интересно. Еще мы настроены в таком направлении, чтобы привлечь, как можно больше привлечь, но будем так говорить, не читателя в библиотеку, чтобы он стал читателем в библиотеке. Поэтому мы развиваем такое направление, такую форму работы, как концерт в библиотеке. Вот такая форма необычная. И первой ласточкой у нас была самарская певица Оксана Сидорова, лауреат международного конкурса имени Рахманинова. Она в нашей библиотеке дала два благотворительных сольных концерта. Вот в этом направлении мы и работаем. А потом бывает очень интересно, когда люди приходят на мероприятие в рамках какого-то проекта, а потом уходят с книгой. Потому что вот вы напомнили прочитки, в нашей модельной библиотеке идет проект Игоря Кузнецова «Голоса пьесы». Он пользуется большой популярностью у молодежи. Это всегда очень интересно, это всегда креативно и необычно. И, конечно, человек потом хочет прочитать эту книгу. Потрясающий проект мастерская Валерия Бондаренко «Серебряный век. Поиск утраченной целостности», где рассказывают о плеяде поэтов Серебряного века. И не перечитать этих поэтов потом невозможно, конечно. Поэтому мы очень рады, когда к нам приходят и читатели, и не читатели, которые потом становятся нашими читателями. Ну что же, я благодарю вас от всей души за интервью. Наше время подошло к концу. Мы продолжим программу, но уже с вашими коллегами-библиотекарями, потому что хочется, конечно, рассказать побольше. Но, конечно, хочу предоставить по традиции слово поздравительное сегодня. Что бы вы хотели сказать и своим коллегам, и, конечно, читателям, пожалуйста. Дорогие коллеги, дорогие читатели, дорогие жители города Самары, от всей души я поздравляю вас сегодня с нашим профессиональным праздником, с Общероссийским Днем Библиотек. И хочу пожелать вам, конечно же, здоровья. Хочу пожелать вам творческих успехов. Читайте книги, приходите к нам, мы всегда ждем вас, и мы работаем для вас. Потому что мир меняется, а книга остается. Людмила Григорьевна, скажите. Дорогие друзья, приходите в библиотеку. Вы знаете, мне вспомнились сейчас слова одного из героев Николая Караченцева из фильма «Человек с бульвара Капуцинов». Он сказал так. «Живут же люди, ходят в библиотеки. Библиотека – это особое место. Здесь всегда царит волшебная атмосфера. Мы ждем вас, дорогие наши друзья». Спасибо вам огромное. Спасибо, но мы продолжим. Итак, я продолжаю разговор. Представляю гостей Татьяны Жирнова, заместитель директора Самарской публичной библиотеки, и Алексей Шибуев, главный библиотекарь Централизованной системы детских библиотек города Самара. Здравствуйте, уважаемые гости. Добрый день. Я также хочу присоединиться к поздравлениям. Поздравляю вас с вашим профессиональным праздником. Скажите мне, пожалуйста, как случилось так, что вы решили стать библиотекарями? Вы осознанно выбирали свою профессию, либо пришли к ней уже после? Может, я начну тогда? Да, Татьяна. Ну, я думаю, что у меня это как-то генетически такая предрасположенность. У меня мама проработала всю жизнь в библиотеке, и вот я, наверное, с детства настолько привыкла к атмосфере книг, и вот именно в библиотеке, поэтому у меня даже не было выбора. Я сознательно, целенаправленно решила связать свою судьбу, свою карьеру именно с библиотекой. Да? Да. А что, закончили? Я закончила Московский государственный университет культуры и искусств. Здорово. Именно библиотечное отделение, да? Да, да, библиотечный факультет, да. Очень. Я, кстати, между прочим, говорила с вашими коллегами все время, когда уже они состоялись в профессии, а вот интересно ли учиться на библиотекаре? Не анонсируем, конечно, сейчас специальность, но вот тем не менее, расскажите, с чем мы учимся. Да, это интересно. И учиться интересно, и работать интересно. Это такое образование, которое дает общую такую культурную базу, плюс ко всему, ну, не считая вот наших профессиональных профильных предметов, мы очень подробно изучаем всемирную литературу, русскую литературу, конечно, это интересно. Но это еще ко всему прочему надо очень любить читать, чтобы пойти учиться на библиотекаре. Да, надо любить читать, и читать надо с детства. С детства. Хорошо, Алексей, расскажите, пожалуйста, историю свою. Мужчина, молодой человек, как вас занесло в библиотекаре? Я достаточно поздно пошел учиться, нужно было коробить семью, зарабатывал, у меня был бизнес. И в 2010 году я пошел уже учиться в возрасте 24 лет в Ульяновский государственный университет, факультет культуры и искусства, библиотека ведения. Целенаправленно шел, хотелось узнать о своей профессии, плюс очень много друзей и знакомых, которые работали в этом направлении. Отучился и спустя какое-то время решил попробовать себя в детской библиотеке, центральный город Самары. Наверное, сначала просто библиотекарем, да? Да, библиотекарем первой категории, ну вот спустя три года являюсь главным библиотекарем, исполняя обязанности заведующего. Да, вот сейчас хотел сказать, что карьерный рост какой за три года получается, да, сейчас исполняете обязанности. Я так думаю, что будете наверняка и заведующим, чего я лично вам искренне от души и желаю. Ну, нравится ли ваша профессия? Ходите ли вы на работу с удовольствием? И что вообще привлекает вас в вашей профессии? Татьяна. Мне очень нравится работать. У меня каждый день это... Я с удовольствием иду на работу. И мне кажется, это... Ну, для каждого человека важно с удовольствием ходить на работу. И каждый день это что-то новое. Это общение с интересными людьми, это коллеги тоже очень важно, когда им тоже нравится работать, когда хорошая команда рабочая. И вот это все создает определенную атмосферу, куда хочется приходить и где хочется работать. Да, Алексей. А для вас, вот, кстати, важнее атмосфера или результат, который вы даете совместно со своей командой? Я думаю, здесь сочетание факторов и атмосферы, которую мы даем нашим пользователям, нашим читателям, юным, и результат, который мы достигаем и, собственно, сами ему радуемся. Да. Ну, а сейчас в библиотеках очень много совершенно различных проектов, причем проектов таких интересных, продвинутых, можно сказать, направленных и на развитие молодежи, на привлечения читательской аудитории и для уже более пожилого поколения. Расскажите мне, пожалуйста, вот, какими бы проектами в ваших библиотеках вы хотите сейчас похвастаться, можно так сказать, или гордитесь особо? Давайте с вас начнем. Да, Алексей. В нашей библиотеке реализуется, уже год реализуется проект «Пошумим» для детей младшего возраста. Это дает понимание детям, этот проект, что библиотека – это не тихое место, как... Да, тишина должна быть в библиотеке, как говорили. Вот. Туда входят и развлекательные какие-то мероприятия, и даже потанцевать, повеселиться можно у нас в библиотеке. Помимо этого, в рамках нацпроекта «Культура» было приводено оборудование очки виртуальной реальности. Мы проводим виртуальные экскурсии по городам, музеям мира. Вот. Ну, и в этом году мы провели несколько мероприятий в рамках фестиваля национальных культур Самосской области. А вот все прошло очень даже хорошо. Да, я могу сказать, что все прошло на очень хорошем и достойном уровне, потому что лично я присутствовала на этих мероприятиях. Вы молодцы, как организаторы, все сделали очень достойно. А сколько людей пришло на эти мероприятия, да? Ведь зал-то был полный, и мы это с вами вместе прекрасно помним. То есть какое полезное дело сделали вы для своих читателей? Ну, мы наполнили зал, насколько это возможно, в рамках тех ограничений, которые существуют. Да, ну, конечно. Да, но если бы ограничений не было, я думаю, что было бы еще больше углов. Было бы и больше зрителей. Вот, кстати, как пандемия сказалась на вашей работе? Сказалось ли вообще? Сказалось, конечно. Вот этот резкий переход в онлайн-формат, к которому не все были готовы. Ну, пришлось очень быстро перестраиваться, и, опять-таки, выход из этого формата тоже как-то достаточно был такой неплавный. Сказалось, но вот сейчас мы начинаем уже двигаться в том режиме, как… Уже в привычном, в рабочем. Вот это вот те ограничения, те вот, которые вот эти вот онлайн-форматы, мы тоже, конечно, из этого многому научились, и это тоже был очень полезный опыт, и, как бы, мы многое вот сейчас в работе берем вот… Именно с тобой. Да, да, да. То есть мы соединяем и наш вот живой вот этот вот формат мероприятия с записями, с трансляцией, то есть мы стали вот совмещать стараться. Ну, понятно, что современные технологии, интернет, развитие пространства, все это, конечно, ясно и понятно. Но вот, Алексей, вы сказали о том, что вы пришли три года назад в библиотеку, когда она еще не была модельной, да, то есть на ваших глазах все это, переход, весь этот происходил. Скажите, пожалуйста, а вот вы за библиотеку все-таки в традиционном формате, в котором вам пришлось также поработать, или все-таки в современном, как сейчас, позиционирует себя модельную библиотеку? Ну, я скорее за библиотеку прогрессирующую, не в традиционном формате, не в современном, а библиотек, как и в любое информационное пространство, должно идти в ногу со временем. Вот, и традиционные или современные, естественно, хорошие вещи есть и в традиционном формате, и в современном формате, который мы сейчас используем. И этих отличных наработок, хороших вещей можно нести дальше, и обязательно все это еще, как это сказать, улучшать, если это можно. Ну, продвигать, конечно. Да, продвигать, развивать. Да, ваш профессиональный слоган, даже нет, термин ваш профессиональный – укомплектование. Расскажите, пожалуйста, как оно происходит сейчас, насколько вообще пополняются фонды библиотек новыми современными книгами, и абсолютно ли все по желанию, по жанрам, по рубрикам, по авторам современным и классикам можно найти сейчас в библиотеке? Все-таки стоит идти в библиотеку за книгой, а не в интернет? Конечно. Фонды комплектуются, и мы учитываем и запрос читателей, мы проводим анкетирование, мы в контактах опросы проводим в соцсетях, и поэтому мы знаем, что хочет читать наш читатель, поэтому даже если мы не имеем возможности предложить в печатном, в стандартном, традиционном понимании книгу, да, то мы можем предложить записаться в ЛитРЭС и в электронной форме предложить также альтернативу. Что можете сказать вы, Алексей, про свою библиотеку? Комплектование, естественно, в формате модельной библиотеки осуществляется усиленно. Огромное количество в нашей библиотеке новых книг, в основном это книги детской художественной литературы. Естественно, все запросы, их удовлетворить невозможно, но мы очень стараемся это сделать. Кстати, у нас есть замечательные инструменты, национальная электронная библиотека, национальная электронная детская библиотека, и вот с этого года у нас появилась еще президентская библиотека, в которых собраны уникальные документы 100-200 летней давности, которые можно вживую, их потрогать сейчас нельзя, невозможно, они не выдаются на руки. Но увидеть, прочитать что-то можно с экрана компьютера. Скажите, а сейчас вся база фонда библиотечного хранится в электронном виде? То есть пришел читатель, спросил о той или иной книге. Понятно, что вы профессионалы, вы можете знать и помнить какой-то экземпляр наизусть, то есть вы знаете, что у вас эта книга есть. Каким образом сейчас читатель узнает и берет книгу для себя в библиотеках? Разным способом. Есть люди, которые, их интересует именно прийти в библиотеку, пообщаться с библиотекарем, обсудить прочитанное. Вот так даже? Это очень большое количество читателей. Да, их интересует библиотека в традиционном понимании. Прийти, взять книгу, пообщаться на тему чтения. Да, есть те, кто по запросу где-то там в социальных сетях, по телефону, узнают о наличии книги, если книга есть, они приходят, забирают. Да. В таком варианте. Ну, сейчас библиотеки у нас не привязаны к месту жительства и прописки, то есть, грубо говоря, живешь в одном районе, в этом же районе берешь книгу. Нет, можно абсолютно прийти в любую библиотеку, получить книгу. А вот, кстати, я ваших коллег давно не спрашивала, какие сейчас условия получения и чтения книги на дом? Вы приходите с паспортом и записываетесь в библиотеку. Да. Все. Все. А книгу выдают на руки, сколько можно ее читать, сколько нужно, можно положено? Ну, в нашей библиотеке мы выдаем на месяц. Если вдруг вы не успеваете, то вы продлеваете эту книгу и читаете ее дальше. Да? Да. Да, аналогично все то же самое. Чуть меньше у нас выдаются на 10 дней, и три раза можно продлевать срок. Ну, тут специфика другая, там дети. Все-таки, да, детская аудитория более присутствует. Скажите мне, пожалуйста, вот на ваш взгляд, какими качествами должен обладать профессиональный библиотекарь? Любить надо свою профессию прежде всего. То есть, это, вот кто-то говорит, что, возможно, это не современная профессия. Я так не считаю. Мне кажется, что сейчас это очень современная, очень востребованная профессия. Это интересно, это современно, это... У меня даже слова закончились, да. Для интеллектуального развития человека очень важно, я считаю. Да, конечно. Если ты работаешь в библиотеке, ты хочешь, не хочешь, но ты... Читать будешь. Ты читаешь, ты развиваешься. И хочется тянуться к тем людям, которые приходят, которые... О чем-то тебе говорят, а ты не знаешь, конечно, хочется тоже об этом знать, чтобы как-то... Скажите, а у вас вот в библиотечном деле были учителя или люди, которые вы хотели подражать, к примеру? Да, наверное, наставники, может быть. Вообще, наставничество сейчас есть в библиотеках? Ведь, да, молодое поколение приходит, идут работать в библиотеку с удовольствием, кстати, говорят ваши коллеги. Но вот есть в ваших библиотеках люди, у которых есть чему поучиться, к примеру? Такие люди, конечно, есть. Но зачастую у работника, который приходит, вот только устроился, не бывает даже возможности обучиться, ну, я имею в виду не то, что обучиться, а глубоко вникнуть, опираясь на знания наставника. Работа предполагает максимально быстро адаптироваться к условиям и, собственно, буквально, да, работать. Работать, работать и работать. С удовольствием. Ну что же, наше время, наше интервью подошло к концу. Я говорю вам огромное спасибо, удачи вам в вашей профессии. Видно, что вы своей работой горите, в хорошем смысле этого слова, что вы ее любите. И на работу, как вы сказали, ходите с удовольствием. Но я хочу предоставить вам заключительное слово. Что бы вы хотели пожелать в свой профессиональный день, в ваш праздник, себе, коллегам, ну и, конечно же, читателям, ради которых вы работаете, пожалуйста? Своим коллегам я бы хотела пожелать каждый день ходить на работу с удовольствием. Больше интересного, больше нового. А читателям приходите в библиотеки. И будущим читателям я хочу сказать, что это не то. Как бы вы придете в библиотеку, и вы действительно удивитесь, и удивитесь по-хорошему. Прекрасно. Алексей. Коллегам хотел пожелать больше возможностей развиваться, больше возможностей контактировать с читателем. И читателям, аналогично, пожелаю почаще приходить в библиотеку, посещать наши мероприятия и всесторонне развиваться. А почему приходить почаще в библиотеку? Да потому, что вот такие молодые люди, современные, умные, работают для вас, уважаемые читатели, чтобы вы пришли, взяли книгу. И вот, как сказала Татьяна, можно ее обсудить, да, с библиотекарями, чего и вам желаем. Спасибо всем тем, кто был сегодня с нами, вы смотрели программу «Город С». Всех библиотекарей я поздравляю с профессиональным праздником, с праздником еще раз. Всего хорошего, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok